Друзья, всем привет, доброго вечера. Наблюдаю новую волну публикаций в прессе, в телеграм-каналах, новостей о трехлетних сроках, которые выносят суды за уклонение от мобилизации, статья 336 уголовного кодекса Украины. Я даже видел, как это происходит. Я когда ходил в Подольский военкомат по повестке, которую мне вручили по требованию Ермака Зеленского прямо перед допросом в ДБР, ну вот видел, как это происходит. Поднимаешься на второй этаж Подольского военкомата, вот с одной стороны кабинет отдела мобилизации, а вот прямо напротив выездная приемная прокурора Подольского района по разъяснению последствий от уклонения от мобилизации. Вот они этих привознебников, значит, тот, кто там что-то там бузит, тут же таскают к этому, ну там какой-то зампрокурора районного, и вот это таскают, там ему говорят, сейчас на трешку присадим, вот смотри, видел, читал, будешь сидеть. И я понимаю так, что вот этих приговоров будет становиться все больше и больше, потому что людей, уклоняющих от мобилизации, которые выступают против Конституции Украины, потому что Конституция Украины обязывает нас с вами защищать Родину, ст. 65 Конституции Украины, в частности, это предусматривает. Передаю товарищу майору привет. Так вот, людей, которые уклоняются от мобилизации, становится все больше и больше, и очевидно, что таких приговоров тоже должно становиться все больше и больше. Я могу объяснить, я понимаю, что власть бьется в припадке, она в подучее там находится, а почему это происходит? Вот мы же и пафосные ролики выпускаем в Ютубе, как хорошо быть на фронте и умереть на передовой. Я, честно, я смотрел это, вот реально на выходных, смотрел ролики, которые рассказывают, как классно вообще пойти в штурмовиком, и если это рвет ногу, так это вообще респектоз, а если убьют, ну так пенсия будет, и вообще, может даже это кого-то, ну, короче, круто это, в общем. Пионер лагерь. Вот они все стараются, стараются, люди почему-то от мобилизации отказываются. Я бы хотел объяснить коротко, почему это происходит. Потому что у людей очень обострено чувство справедливости. У всех обострено, особенно, когда перед тобой становится вопрос защищать родину с риском для собственной жизни погибнуть в окопах. И этот вот вопрос у всех возникает тогда, именно когда они начинают читать новости. Не только тогда, когда они читают новости о каких-то глобальных кражах, типа там Резникова, Минобороны, спиздил миллиард долларов на снарядах, еще миллиард долларов вывел на пустышки, потом, значит, украл на куртках, на яйцах, на горохе. Это все, да, ну, это как бы, да, безопасности не сильно касается. Касается косвенно, потому что снарядов стало в два раза меньше, жертвы стало в два раза меньше, в куртках этих, вот сейчас вот можно будет летних, которые они передали на фронт, как зимние, можно будет замерзать в окопе, околеть. Но это как бы так далеко немного, да, а вот что близко? А близко то, друзья, что сегодня таможенная служба опубликовала статистику, по которой из 9 тысяч гуманитарных отправлений в армию похищено 3 тысячи. То есть вот 3 тысячи заказов от воинских частей, я, как человек, который через волонтерский фонд завожу и завозил гуманитарную помощь и передаю ее на фронт, могу вам сказать, что это работает следующим образом. Воинская часть, которой ты помогаешь, пишет соответствующее письмо-запрос, в котором указывает, например, прошу привезти мне 50 раций Моторола для обеспечения личного состава защищенными средствами связи. Вот ты с этим письмом едешь, застаешь эти рации, или там собираешь деньги на них, покупаешь, везешь их через границу, и рации, так как военного назначения товар, без письма воинской части, которая это берет на баланс, не пропускают без растаможки. И вообще не пропускают. Пожалуйста, дрон везете, для кого? Покажи. То есть, вот, как выяснилось, 3000 писем о доставке гуманитарной помощи для армии оказались или фейком, или же гуманитарная помощь была украдена. А ведь что это за гуманитарная помощь, которая едет на фронт с волонтерами? Это, в первую очередь, ну, в начале войны это были, понятно, шлемы, это были бронежилеты, это была кевларовая защита. Потом это стали более технологичные приборы, которые были нужны для армии, нужны до сих пор. Это рации, определенные моторолы, которые не взламываются российским рэбом. Это дроны и запчасти, для них понятное дело. Это тепловизоры, это ночные прицелы, это оптические прицелы, то есть это снаряжение, необходимое для защиты человека, который работает на фронте, в окопе сидит. И проведение разведки и атакующих действий пехоты и разведки. Плюс пикапа, одно из ключевых расходных материалов на этой войне. Вот, как выясняется, все вот эти товары, 30% из того, что завозится, разворовывается. Как тут не вспомнить историю о том, что тысяча вагонов гуманитарной помощи, которая была направлена в Днепр на распределение, в Днепропетровскую область, где был губернатор Морезниченко. Близкий друг и подельник, экс-заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко, ближайшего друга Зеленского, смотрящего за большой стройкой Юры Голика, который продолжает заниматься этими же проектами сейчас при замглаве офиса президента. Ротация у них произошла, Тимошенко спрятали. А назначили такого ничего не решающего Алексея Кулебу, бывшего ларечника из Дарницкой районной администрации города Киева, а потом начальника Киева Благоустроя. Вот тот же Голик, тот же губернатор Резниченко Днепропетровской области спиздили 1100 вагонов гуманитарки. Кстати, Бюро экономической безопасности даже когда-то опубликовало новость о том, что найден склад с неучтенной гуманитаркой. И там вот эти вот тысячи вагонов лежали. Для чего они там лежали, друзья? А лежали они там на перепродажу. То есть, я тебе объясню, к чему я это говорю. Потому что человек, который приходит повесткой, который взвешивает на чаши весов, выполнить ли свое конституционное обязательство перед страной и защищать ее от российских захватчиков, или оказаться в ситуации, когда в воинской части, когда его припишут, ему по бумаге выпишут условно тепловизор, ночной прицел, плащ, который защищает от тепловизора, кевларовый шлем, все-все-все-все-все. Но это все спиздит по дороге, пока это будет ехать в воинскую часть. И он это понимает. И он понимает, что все вот это вот он должен будет покупать за свой счет. А те люди, которые это спиздят, будут нам рассказывать по телевизору, как важно защищать родину. И как правильно родину любить. И будут позванивать в суды с указанием не отпускать, уклонистам всем трешку, без вариантов. Даже без права условного срока. То есть, заметьте, апелляционные суды, даже если суд первой инстанции принимает решение дать, поять человеку три года тюрьмы за уклонение от призыва с отсрочкой выполнения, либо условным сроком, апелляционка по указанию из Офиса Президента обязательно возвращает дело в первую инстанцию с указанием, что срок должен быть отбыт, то есть посадить в тюрьму. То есть, вот, а кто звонит в эти суды? Заметели главу Офиса Президента Андрей Смирнов, подозреваемый НАБУ, и он сейчас расследует его уголовное дело, в незаконном обогащении. То есть, вот эти люди, которые незаконно обогащаются на войне, потому что любое незаконное обогащение во время войны, это обогащение на войне, они это делают за счет тех людей, которые идут, в том числе, на фронт. Даже, я бы сказал, в первую очередь за счет людей, которые идут на фронт. Ведь это кражи на Минобороны являются ключевым источником доходов чиновников Офиса Президента и Президентской партии Слуга Народа. Вдруг вы забыли, напоминаю. История с зимнелетними куртками Слуга Народа, которую покупали. Компания Вектор Авиа, турецкая, поставлявшая Минобороны те самые летние куртки, которые потом оказались зимними, с трехкратным повышением на них фактурной цены. На турецкой стороне владельцами компании, с одной стороны, является племянник действующего депутата Слуги Народа, члена комитета по вопросу национальной безопасности Косая. А с другой стороны, тоже на турецкой компании, доля у них поддельная пополам. Человек, который через ряд других фирм является партнером отца Андрея Борисовича Ермака. А в Украине, соответственно, все ребята, которые это покупали, распределяли. Но это Резникова компания осуществлял соответствующую тендерную процедуру. Заместитель министра обороны Денис Шаратов, который является бизнес-партнером Ермака по юридическим компаниям, сопровождавшим квартал 95. Вопрос. Кто наживается на войне? Власть. Кто при этом дает указание судам садить безальтернативно на три года в тюрьму уклонистов от призыва? Власть. Что думают по этому поводу уклонисты от призыва? Ну, вы понимаете, да? Это, опять же, нарушение закона, нарушение Конституции. Я ни в коем случае не призываю уклоняться от призыва. Я считаю, что это конституционная обязанность каждого гражданина. Но при этом же считаю, что это конституционная обязанность в первую очередь чиновников, Офиса Президента и обязательно, друзья мои, народных депутатов. Поэтому напоминаю про петиции, описание в ссылке под этим видео, которые позволят принять законопроект о справедливой мобилизации, отправить на фронт чиновников и депутатов. Там же, кстати, петиция об открытии границ для всех мужчин призывного возраста, потому что мы, оказывается, находимся с вами в концлагере. Европейские ценности у нас, так, а там для внешнего используются, а для внутреннего у нас концлагеря с закрытыми границами и трешкой за уклонение от призыва. Хотя в той же Европейской Германии, например, в Конституции написано, что право служить в армии – это твое личное убеждение. Хочешь служить, хочешь не служить. Просто к примеру. Рассказываю вам о примере. И эти же люди, которые обогащаются на армии и создали здесь концлагерь, воруют гуманитарку. Ну а кто мог спиздить, да, вот скажите мне. Кто в стране, где все у нас, моно-власть, моно-эфир, моно-большинство, и все исполняется и регулируется из одного кабинета в офисе, из двух, прошу прощения. Изредка из кабинета на четвертом этаже, где написано В.А. Зеленский, и в основном из кабинета на втором этаже, где написано А.Б. Ермак. Так кто спиздил? Ну кто, 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 кто? Я уверен. Я даже не сомневаюсь. Ну вернее, не то, чтобы они прямо там вот спиздили, да, но согласование, указание, прикрытие, не наказание, это именно оттуда. И эти же люди с одной стороны воруют одной рукой у армии, у народа, у наших международных партнеров, а с другой стороны всех загоняют в армию, давая по трешке за уклонение от пресса. Кто эти люди? Вы прекрасно понимаете. Я не могу использовать это слово. Почему? Потому что оно запрещено Ютубом. Плюс мы ратифицировали Стамбульскую конвенцию. В принципе, даже если так будет идти дальше, то парламент будет внесен в законопроект о легализации однополых браков. Ну, то есть в принципе ребята полностью хотят не просто наворовать, но еще и, так сказать, свои отношения узаконить, потому что если вдруг с одним из партнеров что-то случится, то чтобы дня наворованное не пропало. Вот такой вот комментарий. по поводу уклонения от призыва, вернее, исполнения норм Конституции, нарушения законодательства, что я абсолютно порицаю. С одной стороны, и причин, почему люди так поступают. С одной стороны, и собственно, на что они смотрят, когда принимают подобные незаконные решения, с другой стороны. Дубинский в Ютубе, Дубинский проф в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке. Сосканируйте QR-код, помогите нам на сборы для покупки дронов для 68-й вегерской бригады, воюющей на Авдеевском направлении. Будьте здоровы, хорошего вечера, всем пока, шаббат, шалом, хорошего выхода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова